Шалом! В чем же была и есть главная проблема человечеству? В том, что мы не хотим доверять свою жизнь Богу и разделить ее с Ним. Мы хотим управлять ей сами. Наша воля настроена определенным образом. Ее вектор направлен не на угождение Богу, не на доверие Ему и не на постоянное сотрудничество с Ним в исполнении Его плана, а на что угодно другое. Мы не хотим, чтобы Бог был Богом. Конечно, немножко помощи от Бога мы принять не против. Улучшить свою жизнь по нашему собственному вкусу, усовершенствовать в соответствии с нашими требованиями. Этим, пожалуйста, пусть займется. Пусть исцелит нас, пусть благословит деньгами, пусть даст нам желание нашего сердца и так далее. Но позволить ему встать за руль нашего корабля и сделать из нашей жизни то, что он сам решит, это нас не устраивает. Мы же не марионетки какие-нибудь, не овцы тупые, не бараны безмозглые, не быдло. Мы, между прочим, тоже кое-что из себя представляем. Это не кто-то, а он сам дал нам свободную волю. Вот мы и упражняемся в этой свободе. Конечно, нельзя сказать, что такими уж свободными мы стали благодаря этим упражнениям. Постоянная забота о самих себе, о собственном благополучии, достоинстве, удовлетворенности, защищенности, самореализации и прочих самостях — это свободой не назовешь. От этого мы порядком устаем. Но признаться самим себе в этом то ли не хочется, то ли не получается. В общем, вот так вот и живем. Вот от этого-то еще и спасает нас. От жизни, в центре которой я сам. И у этой жизни есть два основных варианта — мирской и религиозный. Мирской вариант звучит так — долго нет. Или он есть, но он где-то далеко, и мы о нем ничего толком не знаем. В любом случае, он не вмешивается в наши дела. Хозяин на этой земле я — человек. Я сам решаю, что, когда, как, где и с кем мне делать. Я угождаю себе и другим людям и делаю это для этого то, что считаю сам нужным. Религиозный вариант чуть отличается. Бог есть, и он даже нам открыл себя и свою волю, как через творение и писание священное. Мы знаем, чего он хочет от нас, и мы стараемся угождать не себе, но ему. Мы живем для него, мы трудимся для него, в поте лица трудимся, выполняем все, что нам заповедует. Где заповедует? Да хоть где угодно. Хоть в Писании, хоть в устной торе, хоть в пророчествах нашего пастора. Голыми руками нас не возьмешь. Мы народ горячий. Ревностный. По Богу делаем все, что он сказал. С первым вариантом все понятно. Тут открытое непризнание Бога вездесущего и наполняющего весь мир своей славой. Со вторым немножко хитрее дело обстоит. С ним проблема в непризнании нашей неспособности угодить Богу исключительно собственными силами, то есть потом своего лица. Бог не заинтересован ни в нашей пассивности, ни в нашей чрезмерной активности. Он хочет сотрудничества с нами. Того, что мы видим в жизни людей Божьих на протяжении всего Писания. Моше протягивает руку с жезлом по слову Божьему, и Бог своей рукой сдвигает воды Красного моря. Петр открывает рот и начинает проповедовать или молиться, и Бог делает не менее удивительные вещи. Обычный мессианский еврей по имени Ханания возлагает руки на очень необычного еврея Шауля, и к тому возвращается зрением. И так далее. Вот чего Господь Бог ожидает от нас. Чтобы все, что мы делаем, мы делали во имя Мессии Ишуа, как об этом сказано в послании к общине города Колоссы. В третьей главе. Что же это значит? Это значит две вещи. Делать все во имя Ишуа. Это значит, что, во-первых, наши цели совпадают с его целями. И, во-вторых, при достижении этих целей мы используем не только свои собственные ресурсы, но и его ресурсы. Вот в каком смысле Ишуа является нашим спасителем. Жизнь с Богом, которой мы лишились в Эдеме, вернулась к нам в нем, в его личности. Соединяясь с ним, мы, можно сказать, возвращаемся в Эдем. Причем здесь и сейчас, а не после физической смерти. Благодаря ему мы оказываемся на небесах прямо сейчас. Павел пишет, что Бог уже посадил нас вместе с ним на небесах. Вопрос лишь в том, верим ли мы в это по-настоящему, то есть действуем ли в повседневной жизни так, как будто это чистая правда. Евреи мы или христиане, в любом случае Авраам для нас является фигурой очень важной, образцом, примером для подражания. Человек, которого Бог назвал своим другом. Так что же, может быть Авраам однажды помолился молитвой грешника? Принял Ишуа в свое сердце? Принял Святого Духа или Бога Отца? Получил гарантии места в раю? Ничего подобного он никогда не делал. Авраам научился доверять Богу и сотрудничать с Ним. Что было с ним после смерти? Конечно же, Бог принял его к себе. Что же еще Бог может сделать со своим другом? Он примет и нас, если мы научимся жить с Ним уже сейчас. То есть вопрос не в том, попадем ли мы на небеса. Вопрос в том, понравится ли нам на небесах, если мы туда попадем, не привыкнув к небесам за отпущенные нам годы на земле. Небеса-то уже здесь. Сталось разобраться с тем, как все это сочетается с реальностью греха, все еще присутствующей в нашей жизни. Об этом через неделю. Спасибо. Чао вам. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Продолжение следует...